Ребята, добрый день. Сегодня у нас очередной выезд. Всего три автомобиля, два из них портальных, один нет. Две Тойоты затащили Ниссан. Посмотрим, как пойдет. Ну, ожидаемого у Ниссана, наверное, не очень. Если у нас ничего не отвалится, то дорожный просвет все-таки есть. Дорожный просвет. Говорят, хорошая чача. Так что, погнали. 42-е трипадоры, 42-е трактора, 42-е трипадоры. У нас сегодня, как говорится, одни гитаристы. Штурманов нет. Всего в экипаже четыре человека на трех машинах. Поэтому не знаю, какая судьба ждет по части съемки. Снимать вам из салона ничего не понятно, не интересно. Что-то начинает меситься. Очень интересная дорожка здесь, на самом деле. Достаточно глубокая. Видно, что ездят лесовозы, груженные. Если Уралы, а я видел Уралов по дороге, то там 40 сантиметров. Но тут в некоторых местах больше, чем 40, потому что, когда промывает, потом еще ручейки начинают течь, вымывают. Обычный HZ. Момента снизу хватает, понижение тут дофига. Трипадоры. Просто немного островило колеса и просто спокойно едет. Про то, что для порталов это рабочая. Ни когда нет препятствий по дорожному просвету, то и сложностей никаких не представляет. И, видимо, и задний не заблокирован. Просто центр. Так, здесь двух зол сейчас надо выбрать, как, куда, чего. Лучше его изобраться. Вот заднее колесо упирается в большой камень. Не дает заскочить. Отлично. Скилл. Такая шкурка. Будет весь полосатый. Ну, я сейчас ехал и ехал. А вот. И, ну, думаю, ну, трек есть дорога, наверное, тоже есть. Очень вовремя остановился. Просто ступенька, ну, не знаю сколько, метров два. Оп, и нет дороги. А, я, кажется, нашел дорогу. Вот так вот. В речку. Свист. Все думают, что это турбина, но свистит не турбина. Ее там нету. Сильно вперед вырвался. Мне кажется, пропускаю все. Интересно, там какие-то дикие звуки с леса доносятся. Селон такая дорога до Фуллибург. Погода на самом деле. Будет влажно, не будет влажно. Сейчас оно немножко влажно, может быть даже вообще. Дождь будет лить, как в тот раз, когда мы были. Для порталов нет проблем, потому что нет проблем по части геометрического прохождения. Понимаете? А там уже, когда этого нету, можно и не на очень зубастой резиной ехать. Поэтому приключение начинается, когда у вас не хватает дорожного просвета. Для Давида тут, как бы, конечно, весело. Хорошая там чача. Ну, он пробьет сейчас вперед-назад. А в начале дорожного просвета достаточно. Я вижу, что она не глубокая там. А дальше уже нарастает. И, видимо, он будет менять положение. У меня комары жрут, блин, неожиданно. После России расслабился. Нету никакого спрея. Ну, вот пока хватает еще. Прям с запасом. Вечный спор о широких и узких колесах. Мое сердце все равно с узкими колесами для этого рельефа. Кстати, обратите и технику езды. Правое колесо прижимается к колею, чтобы оттолкнуться от нее, иметь зацепь. Не просто там тупо туда упасть. Здесь смотреть, как едет 105-ка, не очень интересно. А вот какие-то человек, который дорожного просвета здесь нету, не хватит. И он знает об этом. И выбирает тактику. Интересно. Можно учиться. Ну, а эти просто скучают, девают. Хорошо, что двигатель позволяет здесь снизу вбрать. 4.8 Александровский. Момента хватает. Лошадей тоже. По лошадям, как Янмар. 250 вроде, если не ошибаюсь. А момент, ну, меньше, наверное, будет. Но, тем не менее, этого достаточно, чтобы медленно ворочать циррукторы. Короче, здесь уступ рам, уступ 2. И без инерции даже на всем заблокировано. Медленно, как я люблю, не получили. Лёсик. Все, дальше проще. Хотя нет, там получается сейчас и задние колеса имеют. Выступ то, что имел передние. А вон, я нормально все. Класс, класс, класс. Класс. И приходится бегать вверх, и сверху, и гонять тачки. Здесь каменистая основа, поэтому особо не копается. Но есть такие стенки, как... Горошее вкусное место. Ха-ха, я застрял. Представляете, не едет трактора. Всего-то жопа не заблокирована. На смысле морды. Тут очередность такая, из-за тойотовских кнопок, что сначала жопа, потом морда. Ну и принцип, правильный порядок, но надо иметь возможность включать их и ходить. Однако. Однако. Ну тут можно и без блока с инерцией заскочить. Если есть, ничего не может быть. Славим. Камни, походу, подзакончились. Я вам там рассказывал, рассказывал. Это не мои яйца. Я расскажу про давление. Мы в Питере ездили на 0,5. Это было такое. Установили, забыли, поехали. Вот, особо не меняли. На болоте смысла не было опускать. Может быть, 0,4. Но там такая большая грань, когда сломается колесо и уедет еще хуже. Когда ломается, ну, даже не низкого давления, а резанные трактора, в конце концов. Вот. Здесь стрёмно как бы 0,5 ехать, потому что постоянные косогоры влево-вправо. Если сломается колесо, ну, я имею в виду резина, когда резина остается в одном месте, а диск в другом, да, когда съезжает, как бы. Если представить, что вы как бы едете вперед, у вас появляется уклон, получается, получается, диск идет вниз, сваливается, а резина остается вверх. И чтобы этого слома не случилось, я давление высокое держу. Сначала этот кривой манометр был 1 бар, там, 0,9. Видите, вот, сейчас экспериментирую, но с этой резиной, мне кажется, 0,5 не достигнет мое значение, потому что слишком уж большая лепеха и вероятность. А вот когда будут другие тракторы с другой шириной диском, это уже другая история. А потом расскажу, или с этими тракторами можно, просто диск нужно шире. В общем, тракторная история я отдельно буду. Я думаю, такая же тактика прижаться как-нибудь, чтобы не зацепиться, пока лоб штурмует какой-то там порог небольшой, наверное, перескочит. Но газ-палас тут, конечно, не поможет. Не такой уж и штамп-палас, из-за того, что большой вес, 350 лошадей, конечно, они улетучиваются. Ну и известно, что большие яйца патруляют, конечно, хорошо, но они имеют свойство цепляться. Долг большие колес могут крутить, поэтому надо выбирать. Большое не всегда хорошо. Пошла жара. Видимо, так же жарко. Он собирается ехать дальше. Так, попытка номер раз. Ну, пробил себе дорогу. Сейчас, если спустится и потом обратно, то это он должен проехать лучше. Швыряет влево-вправо, влево-вправо, и из-за этого теряется инерция. Не получается, да, прямиленее двигать. Видите, да, как мотает. Если быстро ехать, то прям можно об борта колеи раскряпаться. Так, да-то, по-моему, стартанул с передачи повыше. Судя по тому, что вода побольше. И продвигается он побольше. Ага, дальше не лучше. И я в говне. Ну, искусство оно такое. Жертвое. Ну, ступяточка тоже масляет. Колеса у них одинаковые, вроде как. Может, там и лысее. Но там лошадей меньше 130. В два раза меньше. Там 250. Ну, шо, порталы есть, но... Надо бы побольше мощить. Но он, конечно, проскочит здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Доехал. Доехал. Есть такая техника. А там вообще рули. Вот, крути рулем. Когда вот, ну, надо найти зацеп. Это база. Это, как бы, с этого начинается вообще грузинский ухо. Подъемы, подъемы, подъемы. Не останавливаюсь. Просто набираю, набираю. Надо как-то спуститься теперь, чтобы ребят снять. Да, ехали. Вот про широкие колеса, кстати. В конкретном случае Давида у него получается, по-моему, 14,5 ширина. Или, может, шире, что не знаю. По-моему, 14,5. И в какой-то момент в этих колеях помогает, цепляет. Я, как бы, не знаю, сколько у него с края до края. Вряд ли у него шире, чем у меня. У меня с края до края 2 метра. Это я к тому, что за счет и после ширины самого колеса у меня 14,6. Получается зацепиться. Еще и рулем поможешь, да, там, упрешься. И так вот. Поэтому однозначно, конечно, узкие колеса это хорошо. Лучше очищает и прочее, прочее. Но вот в данном случае кажется, что, возможно, шире лучше. Потому что узкие бы просто не смогли бы ни за что зацепиться и вырили бы. Кстати, именно такой аргумент дают ребята, которые в теме, что вот как бы да, но и вот. Но я не знаю нахуй. Я считаю, что просто трактора надо ставить. Любого размера, ну, в смысле любой ширины, они будут на 10 колов лучше ехать, чем Tripodoro и прочая, типа, экстремальная резина. Они просто созданы для этого. У ребят передняя блока не включена, они не знают, об этом и сзади не включена. Интересно, они всю дорогу без блока въездят? Или они ему думают, что у них блоки включены, но они на самом деле не включены? Или без блока просто не крутятся? Сейчас вроде все нормально работает. Может быть, без блоков колеса вообще не крутятся? Да, есть воздух, но вполне. Я знаю, что когда не хватает мощности, очень сложно крутить, особенно трактора. Да, заливает, конечно, вот сейчас. А к машине. Какой-то хороший звук. Но мне еще надо время, чтобы туда дойти. Раз давить здесь, крутил. И ребятам придется. Там есть выступ. Возможно, он гасит. Усилие. Да-да-да, вот это вот здесь. Там не просто аусь, еще вот деревья эти. Реона прям, просто вся дорога в этих ренах. Скрытая. Скрепятствия. Они пытались на скорости вы сейчас обдавать, но... Нет. В парах 7,1. Мог быть 7,56, но совсем тогда. Просто на дороге и задний ход. В парах... Ой, ките, не знаю. Ките, блин, раздать какие-то, не знаю, есть или нет. Короче, замена двигателя. Взгляд, еще кондиционер работает. Все, тричь лошадей, еще и лениционер. Тюнинг. Выключить кондиционер. Тогда поедет пободрее. Нет кондиционера, нет проблем. На какую-то телянку приехали. Не пошли, по-божалу. Своих позаброс. Знаете, хорошая идея. Я вот начал прокручивать. Какой-то план Банан. А, я понял. Банан заключается в отсутствии. Нельзя желание ехать в колее. Как стена. Форт очень высокий для него. Здесь, как бы, узкое колесо. Больше вероятности прорежут. Я проехал тут только что. Просто медленно перебирание получилось. Чуть назад сдал и вперед выскочил. Какая-то, знаете, торпообразная. Почва появилась. Скользкая очень. Камней нету. И здесь расхищая достаточно глубоко. Вот такие, блин, лопухи. Ни хрена не видно. О, наехал на что-то. Нормальное бревно, да? Пенек качественный. Мы спокойно едем, не застреваем. В какой-то момент чувствуется, что натяг машина едет, потому что надо пробить. И иногда приходится деревья переезжать. Это не очень большой вариант. Были пожестче. Но опыт питерский переезда огромных деревьев не пропьешь, как говорится. Хрустики. Трек этот благополучно есть на OpenTrickMap. Название вот оно у вас высвечивается. Я просто на память не помню. И мы ее по ходу четко повторяем. Но я видел такой секс, что да, жаль, жаль, не свернули. Просто могли не вывезти. Может все, а может это не все. Вот вкусность. Я думаю, он больше выглядит интересно, чем есть. Подожду, ребят. Многие пишут, что ребята, все классно, но в Питере было веселее. В Питере было веселее. Сто процентов. Но как бы имеем то, что имеем. Так что прошу любить жаловать этот оффроуд, что есть. Здесь в дикаря газ полос. Понимаете, какая история? Ну, я никогда не газ полоснул, если оно не нужно. И когда я здесь по пробитой дороге, никогда такой необходимости нет. А когда ты соревнуешься, опаздываешь куда-то, да. Или там, где мы совсем треш слабо. С Пашей выезжали. Тоже, как оказалось, да. То есть, технически нет необходимости газовать, как вы видите. Трактора, как бы, очень медленно, даже крутя колеса, гребут, если они не лысые, да. Двигатель позволяет. Поэтому смысл я не вижу. Это неконтролируемые условия, когда ты просто газ полос. Для того, чтобы газ полос. Тем более, я нормальный выхлоп поставил. Непередит даже. Так что. Вот. А чтобы было, как в Питере, здесь, боюсь, такого не найти. Потому что, что такое забытая дорога в Ленобласти? Это заросшая, как бы, заилина. Из-за почвы она, как бы, может быть, суперглубокая. И ничего не цепляет. То есть, особенность рельефа такая. Но там все ровно. Как говорится, ниже пола не упадешь. Максимум болото. И всегда можно успеть свалить с этого болота. Причем мы в дикое, лютое, открытое болото никогда не лезли. Где было без шансов, кроме соревнований. И то там было понятно, что не все так плохо, если что. А в горах что такое заброшенная дорога? Мало того, что завалило кучу деревьев, приходится быть этим дровосеком. Так еще получается, что там сель какая-то сошла. И то физически она там, как бы, ну, надо приехать на бульдозере. То есть, ну, строить дорогу. Невозможно там пробиться. Поэтому все эти косогоры, ошибка. И ты оказываешься в каком-то овраге. Хорошо, если живой. Поэтому это не воспроизвести. Нельзя так тикарями свалить. И нет необходимости вот этого двигателя. То есть, очень-очень редко. Чтобы и госполасить, и вам приятно было смотреть. Я бы тоже хотел. Мне же тоже нравится нажимать. Ну, когда нет повода, то нажимать я не буду. Вот. Я знаю, многие, как бы, может не понравиться, что типа, а, хрен с этими тракторами. Там они едут, скучно. Поставлю обратно, потому что многие хотят газовать. Пожалуйста, на здоровье. Там очень бег, и еще не из Сакова я выезжал. Блин. Сейчас закроем. Беку не надо тянуть. Лебедку, Беку надо. Обязательно. Конечно. Я, блин, ждал этого целый день. Хе-хе-хе. Хотя бы изнутри я вам показал. Ну, развлекайтесь теперь вы. Это надо было снять, сколько он просил. Надо было. Ну, на вычищенном сейчас намного, конечно, проще. Тем не менее. Блин, ну эти расширители, в принципе, их наличие, что он, как бы, закрывает они колеса. Просто охренительно. Бляха-мака. Я зачем вышел? Чтобы ваши объезды снимать? Ну вот, была госполасовая история. Я и госполаснул. Видите, нужно было, и поехали. Движение по дебрям. Очень много направлений. Раскопано влево-вправо. Там завалено. Здесь завалено. Дороги не видно из-за высокой растительности. Поэтому медленно очень едем. Уфроуда нету, но дорог не видно, ни хрена. Мы ехали на прекрасное ромашковое поле. Видно, что мы высоко, где-то 1300. Были где-то на 1700, по-моему. Пока еще не лето, наверное, поздно я весь на цветочках. Дизинных ромашек давно уже нет. Пролив-то вкусностей. Ну и на добровольцы, которые это будут снимать. Пролив-то вкусностей. Пролив-то вкусностей. Тяжело едется. Чувствуется, что вкусненько тут. Вот там ваш любимый господин. Дорожный просвет, скорее всего, закончился. Поэтому будут пробивать. Первым уехать тяжелее в данном случае. И дальше уже попроще-попроще. Потому что пробивка самой чачи, которая завалялась в колее, нужно усилить. И это при том, что мы, кстати, идем в спуске. То есть это и не подъем, и то тяжело. Ух ты, речка! Ручеек. Немного рафроуденько. Да будет свет. Вечерело. Девять часов. Поели. Довольны. Поедем дальше. Осталось не очень много. Надеюсь, без приключений. Начинаешь, да? Всегда с приключений. Красивые виды. Прикольно, когда еще в 9 вечера. Типа светло. Это, конечно, не Питер с длинными ночами. Но удобно. Какие-то чачи. Вот, да, вот Давидов поснимает сзади меня. Вот так. Нету ночных операторов, которые бы бегали за нами. Ну, что-то интересненькое. Так. На второй передаче шлифуем на всех блоках. И выезжаем. Ну, светлый фар, конечно, ни хрена не видно. Но что видно. Ага, газует. Нет, вперед-назад, наверное, высказать, и все нормально. Эту дорогу сегодняшнюю можно охарактеризовать так, что какая бы здесь ни была погода, ну, если снег не лежит, даже если дождь будет лететь и так далее, да, вот глубины такой не будет никогда, чтобы эта конкурация машины страдала, там, порталы плюс тракторные колеса нормальные двигатели. Везде она поедет. Поэтому вот это вот бесконечного счастья и бездонных грязей, которые в Питере есть, здесь такого не будет. Только если ехать на запад, там, где, собственно, болото. Красиво. Ночью ни хера не видно иногда. Когда переваливаешь какой-нибудь подъем. Вот, притормаживаешь. Приятнее всего, конечно, газ нажимать. Так тянет, конечно. Да, класс. Соскучился, пора ли по ходам. Здесь, конечно, не очень получится, но в рамках чего получится мы делаем. О-о-о, до свидания. Вот у нас теперь начался настоящий оффроуд с объездом в правый бок, с пилой, лайкджеками, шлюхами и так далее. Красиво. Так. Правую часть из-за брать тут хватит. Вроде хватит ширины. Да, здесь хватит. А вот здесь тремненько. А если этот как бы пильнуть. Что у нас вниз? Не бесконечность. В принципе, жить можно. Что видно, попробую вам объяснить. Значит, дерево под наклоном заставляет вас смещаться в правую сторону. В правую сторону вроде бы есть безопасная часть. Вот. С серединным глубоком. Потом ступень раз, а потом внизу бесконечность. Проблема в том, что если сильно брать вправо, он начнет крениться и будет очково. Давай попробуем. Подъезжай, я буду смотреть за деревом, а ты на свои ощущения. Чтобы не завалились. А я не вижу, что там у меня справа. Езжай. Ты смотри тогда за дерево, а я здесь смотрю. Дерево. Иди ко мне. Ты можешь еще ко мне взять. Хорошо. Без проблем. Переломно. Если перевернешься, то для здоровья опасности нет. А для контента будет хорошо. Я уже чем 105 сантиметров на 12-13, а патруль еще шире. Поэтому не знаю. Как бы мне кажется, надо все-таки спилить, ребята. А вот этот обрыв, который я думал. Там метра три. Оказывается, совсем не три метра. Но здесь ничего не видно на телефоне. Нормально. Пильное дерево. Это же для слабаков. Это разбор. Это был звук, приятный уху любого оффроудера. Короче, пилим. Я пойду заведу пилу. Пила, пила. Я, я бека. Пила, пила. Нет, и ты. Эх, ребятушки, сколько ж она повидала. Это этот самый штиль. МС-180. Которая прошла сквозь огонь и воду. Медные трубы. Главное его завести. Топлива-то есть. Не, ну, что-то там плещется. Где-то. Сейф надо натянуть. О, получше. О, получше. Они точно сработали, если бы я еще цепь поменял. Надо затушить заново. Эдуард, у тебя волосы так плохо пахнут, когда они горят. Короче, у меня передний левый борт ступичный раскрутился. Потому что я очень хорошо ее закоренил. Это собирал. Видимо. Начал отравить разъем, который воздух передает. Закрыл сейчас. Ё-моё. Оператора на нас нет. Раскрученные ступичные. Это болтанка. Что еще? Болтанка, да. Главное, чтобы он не раскрутился до конца. Я надеюсь, так доеду до дома. Вот давит любитель крыши, а. Назад сдал, усугубил, так сказать. Лучшие в традициях. Степ фазов. Я застрял. Так. Пропадает. Угу. Тащит меня. У тебя колесо вообще вот справа в воздухе, может, даже достает. В общем, а я не вывозит, поэтому будем как лук. Типа мы на свободе. Первым. Здесь вода. Текущая сгор. Все это потачивает. Поэтому они там нереальные глубины. Надо же, выкорчевали. Выкорчевали. Крузачок. Луна. Веселый конкурс. Я... Ну, как бы, вытащили и поднулся в движение. Думал, что все бучком, но что-то они веселятся. Не пойти ли к ним? Это я не могу больше сорока ехать, потому что дисбаланс дикий. Говно набито. Надо помыть. Спасибо, ребята. Меня забавляет тот факт, что на бездорожье особо я не пачкаюсь. Но сейчас я помою машину. Запомните меня таким красивым.